Здравствуйте, с вами Бусановский. Сегодня я хочу на примере парня, вот пришел парень, сказать, с чего начать. Это зачастую путают. Я посылаю всегда, вот пришел человек в школу, одно письмо основное, остальные письма, сейчас поймете, для информации. Значит, вот человек написал, самостоятельно прошел основы JS PHP и прохожу Python, по окончании хочу создавать сайты любой сложности. Вот у него есть конкретная цель, мне вполне понятно, что ему надо изучать. Самое главное, за все три года плюс я вот только сейчас узнал от вас, что чтобы действовать в программировании, это функции, я их толком не умею писать. Это, ребята, абсолютно нормальная картина. Давайте разберемся, от чего зависит скорость изучения языка программирования, когда вы начинаете писать. На конкретных примерах, ребят, да, и как раз Дмитрий и другие ребята получат информацию. Дима, вот сразу давайте перенесемся к вашему письму, назовем этого парня Дмитрия, и вполне достаточно. Я всегда посылаю много информации, Дим, смотрите, но одно письмо основное, оно вас должно касаться. Сейчас мы об этом поговорим. Вот то, что вы здесь написали и посмотрели, то, что касается Дениса, вам это может абсолютно не подходить. Есть одинаковое начало. Есть одинаковое начало, но у вас может быть абсолютно другой путь. Абсолютно. Во-первых, Денис, его задача, это блокчейн. Да, он хочет изучать Python, Kotlin и блокчейн. У вас получается веб-разработка. Да, есть общие, но у вас абсолютно разный уровень. Поэтому, надо понять, во-первых, как вообще идет обучение в школе. Путь первый. Кстати, ребята, кто начал с этого видео, это не реклама, я просто объясняю. В spb-tu.ru и есть второй сайт d-app, здесь блокчейн. d-app.spb тоже блокчейн с нуля. Вы можете учиться по видеоурокам, но кроме видеоуроков есть возможность участия в группе. Значит, в группе я направляю, но направляю при одном условии. Если человек активно работает, в группе работает активно мало людей, сразу скажу. Ну вот, теперь, стоп, что я хотел сказать. Теперь смотрите, то есть поняли, есть возможность идти по видеоурокам, что-то делать, смотреть, что делают люди в группе. Есть возможность писать то, что вы делаете в группе. Если вы активно работаете, я направляю. Я ответов никогда не даю. Но я даю всегда вопрос, создаю, чтобы вы сами пришли к ответу. Итак, для начала надо, это понятно, рассмотреть вопрос. От чего зависит, когда вы начнете писать? От правильного подхода, который заключается в порядке изучения языка программирования. И от формы обучения языка программирования. Теперь давайте поговорим о порядке изучения, как она есть вообще в большинстве случаев. Вот смотрите, я открыл туториал. Это туториал с сайта Python. В любой язык, который бы вы ни открыли, туториалы будут составлены в виде справочника. То есть будут эти типы данных и дальше бла-бла-бла, все остальное. Как правило, большинство систем обучения построены именно так. Значит, смотрите. С 2008 года по 2017 год практически я давал в таком же варианте. Но сам учился по-другому для себя. Потом начал обучать людей по той системе, которую я сейчас рассказываю. Первый был Серега Осачий, помню, который начал писать. Потом были ребята. В общем, все ребята стали программистами. Вот и все. Сейчас этот подход в школе основной. Итак, первый подход. Вы просто изучаете все подряд. Как правило, я не уверен, что, допустим, на этих курсах, там просто видно, есть программы на разных курсах, что преподаватели вот такие вот плохие. Нет. Если есть программа, преподаватель просто, скорее всего, за нее не может выйти. Ну, я уверен, что, скорее всего, преподаватели и говорят, что вот это важно. Но, как правило, ученик, он, скорее всего, больше всего это пропустит. Почему? Потому что значение каких-то слов, тип данных, что он делает, для него это просто слова. Они для него ничего не значат. Посему они не откладываются. Второй момент. У человека нет ядра. Ему нечего отталкиваться. У него нет почвы под ногами. Поэтому есть второй путь, который я предлагаю в школе. Это начать с функций. При этом сразу возникают вопросы. Ответы я сразу отвечаю. Два вопроса возникает. И куча комментариев пишут. Ребят, ну не пишите. Вот мне некогда писать, ходить. Да, там кому-то что-то писать плохо, хорошо. Я просто рассказываю, есть подход, и по моему подходу пишут. Все, точка. Значит, смотрите. Для того, чтобы понять, как работает функция, не надо знать никакого языка программирования. Надо просто понять, как работает функция, разобрать ее. Дальше на примере конкретно Дмитрия мы рассмотрим. Второе. Разбирать типы данных на данном этапе совершенно не обязательно. Достаточно совершенно простого понимания строк. Это каждый понимает какое-то слово, да. Хотя слова это не строки, да. То есть, строки, слова это не строки. Строка, ну сейчас не буду путать вас. И чисел. То есть, вполне достаточно это воспринимается интуитивно. Потому что по серьезному типы данных, когда мы их можем проходить, это после освоения функции и классов. Я дам вот это видео. Вы посмотрите, как стал программистом парень Денис, вот который сейчас занимается и пишет на разных языках. Произошло чудо у человека за месяц, да, в школе. Хотя у него было достаточно много знаний, просто не было стеркни. Теперь мы откроем письма, которые я... Сначала я покажу результат, да. Вот было начало. Добрый день, двигаюсь по отработке, подход к преподаванию бомба. Это еще он не начал писать, не произошло. Но что-то у него происходило. Хотя залез тогда в классы. Ну, я дал в начале класса, чтобы человек хотя бы окунулся, да, немножко. И дал задание. В принципе, наверное, как тест. Будет человек делать, не будет. Прошло немножко времени, когда человек прошел функции. Значит, ощущение такое, что смотрел сериал из тысячи серий, но вот никак не мог найти первую серию. Ну, остановите, прочитайте. То есть, когда человек... Прошло время, ну, больше месяца, может, больше месяца, когда человек начал писать функции на Python, потом начал писать функции на JavaScript, на Go, на C, то есть, до него дошло, что, когда он разобрал функции, у него появилось ядро. И он понял, что, заходя в другой язык, там есть функции, и ему надо нечто одно изучить. То, что я ей дал первым заданием, именно сейчас Дмитрию. Открываем мое письмо Дмитрию. Смотрите. Вот я пишу. Дим, не вините себя. Я все эти вещи понял ни в первый день, ни в первый год. То есть, практически с 2008 до 2017 года. Только когда уже я знал несколько языков, оно стало все, то уже совсем по-другому. Поэтому, вот и вот стата. Смотрите. Давайте разбирать. Самое главное, за все 3 плюс года я только вот сейчас узнал, что действовать в программировании это функции, а я их толком не умею писать. Теперь, ребят, кто так в такой ситуации, и таких людей много, а почему эта ситуация происходит? Потому что, на самом деле, мы не формируем какое-то ядро, а мы просто-напросто проходим, и материал начинает замыливаться. При этом мы давно запутались, что есть что. Так вот, если мы открываем любой продукт, я люблю Togo и Django, но сейчас открою Togo. Так, нам документация не надо, исходный код. Окно. Вопрос. Если мы открываем файл, мы видим функции либо методы. Если мы не изучили функции и не знаем, что они делают, то что мы собираемся вообще в языке делать? Если мы не знаем функции, то как мы будем что читать? Если мы читать код не умеем, то писать мы тоже точно не будем писать. Точно не будем тогда писать, если, так, как я сказал, если мы не умеем читать код, то мы точно не будем его писать. Мы будем немножко понимать. Так вот, посему, Дима, я вам послал много писем, но вот одно, на котором вам надо сосредоточиться. Все остальные письма для информации, чтобы вы видели картину. Но сейчас еще раз хочу, чтобы вы меня услышали. Есть Александр занимается, есть Денис занимается. До этого тоже парень занимался. У них всех абсолютно разный путь. Нельзя взять всех людей и сказать, вот если мы будем идти по одной программе, никто не будет писать, сто процентов. Почему? Потому что один не будет понимать функции, оставит второй классы, третий то, и в конце концов общая программа никогда ничего не дает. То, кто занимается в группе, и я ему помогаю, люди могут тоже, те, кто не занимается в группе, но делать эти занятия, так как сообщения с группы приходят везде. Так вот, смотрите, теперь ставим себе вопрос, чем вы занимались? Ответ похоже прост, да, прождали кашу, потом искали ответ, почему не получается. Но не получается абсолютно верно, потому что в тех языках современных программирования, Python, Kotlin, JavaScript, которые, ну, в принципе, я так понял, у вас будут JavaScript и Python, функция – это основа. И ошибка в чем ваша была? В том, что вы проходили все вроде понимая, и дошли до функции, прошли их тоже вроде понимая. А функции надо изучить, отдать на них 2-3 недели, не 1-2 часа. Не так, что проделал пример, понимаю. Давайте поймем как. Вот вам пример исходного файла. Прямо сейчас вы вот посмотрели видео, открываете, другие видео, надеюсь, вы пока не посмотрели, и начинаете описывать этот файл. Описывайте, как понимаете, сейчас, на данный момент. Вот описали и оставили. Когда пройдете функции, вернитесь и опишите его снова. Увидите большую-большую разницу. Так, поехали дальше. Вот смотрите, ребят, пример из жизни. Мы все, и язык так устроен, думаем, чем задачами, мини-программами. Допустим, вот я привел пример. Вам нужно вскопать грядку. Вы под задачу собираете инструменты и последовательность. То есть, лопата, где буду копать, это собирается автоматически. У вас есть основная задача. И под нее это и есть функция. Вот вы подумаете сейчас, как вскопать грядку. Вот остановите видео и про себя продумаете последовательность. Сделайте это обязательно, не проходите дальше. Я подожду. Ну, будем считать, вы поняли, что вы сделали действие. А теперь попробуйте рассуждать о задаче вскопать грядку только каким-то одним элементом. Взять лопату. Ну, хорошо. Ничего не напоминает? Рассмотрим числа. Взять лопату. Когда будем писать? А никогда. Потому что их надо куда-то встроить, в какое-то ядро. И чтобы это ядро было в голове. И чтобы это было какое-то значение и смысл этого всего. А когда человек проходит типы данных, да, преподаватель на той стороне отлично это все понимает. Я 100% уверен. Но давайте скажем честно. В большинстве курсов преподаватель просто зарабатывает деньги. Пришел, отчеканил. Ему есть разница. Хотя вот в университетах, я уверен, что у них есть интерес. Да? Хотя тут я тоже не прав. Есть разные преподаватели. Но в большинстве курсов, именно коммерческих, там человек пришел, есть программа, отбомбил, пошел. Да как вы будете, если у вас не будет в голове какого-то замысла, смысла, от чего вы будете сказать, как вы будете писать? Так вот, в языке программирования самое простое, это функция. Вы, что надо сделать с функцией? Что надо пройти? Абсолютно верно. То, что там из чего состоит функция, это все ключевое слово, название. Нас интересует только на данный момент одно. Вот это то, что в скобках. Это называется параметры. Что нам с ними надо сделать? Ребята, вот это лопата, грядка, где копать, как копать. Это и есть параметры. Это то, чем мы будем размышлять. Скажите, пожалуйста, вот ответ получает Дима, сразу сам себе получает ответ. То есть, если он 3 года обучался, но при этом функции писать не умеет, то вопрос, Дим, чему, чему, вот мне трудно понять. А тебе сейчас понятно. Ничему. Кашу наворачивал. Кашу. Исправляем. Поэтому работаем с параметрами. Нам надо выполнить 3 задачи. Первое. Считывание параметров на автомате. Иными словами, посмотрел, это обязательно именно позиционный аргумент. То есть, требует передачи обязательного позиционного аргумента. Это должно произойти моментально. Никаких раздумий. Поэтому, для прохождения параметров я вам дал. Сначала начинаете отсюда, да, допустим. Функции Python. Начало. Прошли параметры здесь. После этого идем в документацию. И никуда не выходим. И проходим эти параметры. 2-3 недели. Пока вы не начинаете их считывать. Научились считывать. Открываем файл. Радуемся. Мы, оказывается, начинаем чего-то понимать в языке. Боже мой, где мы были 3 года? Неизвестно. Возвращаемся к себе самому. В данный момент начинают происходить очень простые вещи. Изучая функцию, изучая параметры, вы уже приобретаете определенный опыт решения задач. Вы уже начинаете программировать. У вас образуется центр. В функции можно писать все, что угодно. Кроме этого, вы решаете еще несколько вопросов, о которых я сейчас не скажу. Итак, поняли. Поэтому все, Дим, все остальные письма, которые я вам написал, это для того, чтобы вы просто поняли, что есть определенные шаги. Но шаги для Дениса, да, этот материал, который изучает Денис, может быть для вас, он нужен для вас. Но вопрос, в каком порядке он нужен для вас. У каждого абсолютно какие-то свои пути, понимаете? Теперь я напоминаю, смотрите. Вы можете идти по видеоурокам. И есть группа. Но в группе я помогаю тем, кто работает активно. Зачем я это делаю, повторяю еще раз. Очень много людей, у которых мало времени, они занимаются раз в неделю. Кто-то понимает, что не может. Но он, допустим, следит за Денисом и видит, а, это мне надо, я тоже проделаю. И ребята растут. Кто-то стесняется. У кого-то, ну, разные причины. Понимаете? А вот именно за этого я, чтобы другие росли. Итак, что мы должны добиться от функции сейчас, через три недели. Ни потом, ни завтра, ни через три года. Первое. Уметь считывать параметры на лету. Уметь вызвать функцию на лету. Взять, разобраться с исключениями по параметрам. Их немного. Убирайте какой-то параметр, пишите неправильно, будете получать исключения. И делать, научиться выводы на основании исключений. Чтоб не было вот такой вот ерунды. Пишем совершенно простую вещь. И потом смотрим, сколько людей неизвестно чем занимались. Так же неправильно делали. Так же неправильно делали. Вызываем эту функцию. Сейчас. Получаем исключение. Абсолютно верно. Открываем браузер. Так, не то скопировал. Скопировал. И смотрим. Наслаждения здесь никакого нет. Это все ребята, которые просто функции пролетели. Которые не уделили время на то, что надо. А потом, что мы делаем? Здесь еще интереснее вопрос. А, читаешь. А скажите, пожалуйста. А можно, если ребята не у меня спрашивают. А вообще. А можно изучать Django, не изучая Python? Ребят. Ну, я говорю, если по-серьезному, нельзя. Но если можно, то давайте так. Что из этого получится? Читаем. И то это не все. Ну, правильно. Мы не можем отличить метод от переменной. Вы не можете считывать, что в себя включают обязательно аргументы. Вы ничего не думаете. Что нам остается? Кричать. У, у нас ошибка. Мы не знаем, что мы делали. Мы не знаем, откуда мы делали. Но что делает человек? Правильно. Ищет ответ. Когда вроде как подошло. Вставляет. Заработало. А что заработало? Почему заработало? Открываем документацию. Что мы там? Что-то можем читать? Мы можем читать и понимать, где метод, что он делает, откуда это все взялось. А что вы думаете? В документации все понятно? В документации становится понятно, когда мы кроме документации открываем исходный код. Давайте посмотрим. Давайте самое простое возьмем. Render Response. Так вот написано, где исходный код. Так мы же не были там. Мы этим не интересовались. Django HTTP. Отлично. Открываем. Если нам надо request, то мы его сразу находим. И уже ссылаясь на исходный код, мы начинаем понимать уже до конца вот это. То, что написано в документации. А здесь написано, почему request первый, как работает Django и так далее, и так далее. И приведены примеры. Теперь, Дима, для вас конкретный ответ. Вы хотите изучать Django. Здесь все написано. Вот там вы угадали то, что вам надо. Вы открываете Function и смотрите. Вот ваша первая конструкция, вот ваша вторая конструкция. Этих конструкций вам хватит вообще для любых библиотек Python. Разработчики Django написали, вот эти две рекомендуемые конструкции использовать. Там вы правильно сказали, уже далее вы планируете то, что я давал Денису. Но сейчас, сейчас, на данный момент вы все отбрасываетесь. И занимаетесь только параметрами. И не надо ни вздыхать, ничего. Да, я написал много писем. Но остальное, берете кофе. Садитесь вечером. И спокойно начинаете просматривать то, что я вам написал. Здесь, да, много ссылок. Много видео написал. Вот смотрите, а что делает Денис. А какие у него вопросы. Это просто для чего? Для того, чтобы вы начали формировать какое-то видение внутри себя. Но при этом вы можете, конечно, помечать себе, что вы не знаете, если помечайте. Помечайте, помечайте, помечайте. Но в первую очередь вам от чего зависит. Дальше поехали. Давайте. Вернемся вот к этому моменту. Если человек знает параметр, то он бы посмотрел и сказал себе, здесь два обязательных позиционных параметра, которые требуют передачи двух обязательных позиционных аргументов. Если бы он взял любые аргументы, то функция бы уже точно сработала. Понимаете? Функция бы точно сработала. То есть уже вопросов не было. Форма обучения. Есть несколько форм обучения, даже не несколько, а много. Вот я, допустим, рассказываю в виде уроки. Есть форма обучения, когда в виде лекций. Разная. Самая эффективная форма обучения, когда ты ставишь вопрос, а человек, понимая, когда есть вопрос, на него легко найти ответ. Ведь есть конкретный вопрос. Именно на этом строится обучение у меня в группе. Вот я читаю сообщения. Читаю сообщения. Понимаю, что... Смотрю код, что у человека страдает. И говорю, допустим, Денису. Денис, надо сейчас поработать с тем-то, с тем-то, с тем-то. И он работает. Это поправилось, идем дальше. То есть, насчет вопрос, нужно ли изучать Python, не изучая Django, я, надеюсь, ответили. Не хотите быть профессионалом, не изучайте. Хотите быть профессионалом, разберитесь в языке. Почему? Потому что все конструкции Django по принципу языка Python, его синтаксиса. Дальше. По Django я ему дал курс, откуда начать. Здесь уже вложена методика. Кроме этого, здесь вложена практика работы с документацией. Мы постоянно работаем с документацией. Здесь есть определенный алгоритм. Тоже совершенно иной, как я даю обычно другим. Заключается алгоритм в том, что основные базовые вещи, такие как URL, мы изучаем сразу. И это должно отлетать. То есть, вот сейчас мы работаем, допустим, с проектом. Просто как пример скажу и все. Пишем вот наш проект. Так, секунду. Пишем наш проект. И что-то я хотел сказать. Забыл что-то. Сейчас. А. И в методику я вкладывал. Вначале мы занимались. Ребята, URL надо. Четыре способа URL изучить сейчас, на первом этапе. То есть, пространство имен, через ПК, дальше и так далее, и так далее. То есть, четыре штуки. Не буду сейчас перечислять все. Это не так важно. Все равно это для мной будет как пустые слова звучать. То есть, почему, когда мы пишем функции, мы уже должны размышлять URL. И просто его автоматически пишем, потому что мы это знаем. Модели мы тоже изучили. Потом мы изучили подход, что смотреть полностью на все вещи. То есть, модель, представление, URL, шаблон, связывать это. Вот сейчас изучаем файл. Ага, разбираемся, как это связано с шаблоном, как связано с моделью и так далее. Хорошо, мы не изучали Python. Но давайте посмотрим вот эту функцию. Что делает человек? Как он будет планировать? Пойдем на Django. На Django. Откроем Shortcast. Вот мы открыли. Это у нас функции. То есть, конкретно. Что мы будем смотреть? Если мы не изучали параметры. Если мы изучали параметры, мы считываем моментально. Я посчитал. Надо указать класс. Дальше любые позиционные именованные аргументы. Все. Для меня все понятно. Для меня четко понятно, что я и делаю дальше. Пожалуйста. Класс. То есть, для меня документация начинает читаться. При этом я знаю, что это функция. Это так маленький прилог. Не прилог, а пролог тому, что надо изучать Python. Итак, Дмитрий, еще раз вам повторяю. За первый пункт функции вы никуда не выходите сейчас. Но письмо, которое я вам написал, намного шире. Смотрите. Я вам написал. Блокчейн двигается не быстро. Запомните. Если вы думаете, быстро освоите блокчейн, не получится. Там мозги выворачиваться будут. И что вам надо сделать с функциями? Вот вы изучили параметры функций. Что дальше? А дальше смотрите, что начал делать. Я не зря вам говорил, что начал делать Денис. Начал писать функции на JavaScript. Начал писать функции. Я не буду искать. Я перечислю сейчас. Но я все это показывал в видео. В других. Сейчас. Хотя бы пару покажу. Прокомментируем. Вот его цель. У него другая цель. Так. Вот Саша тоже делает. Форматируем. Дальше это значит. Ага. Это тот момент, когда на него дошло. Что оказывается. Какой момент произошел? Я ему сказал. Я же всегда... Понимаешь, Дима? Я всегда говорю, не настаиваю. Посмотри то-то-то. Я ему сказал. Посмотри язык Go. Посмотри JavaScript. Посмотри Kotlin. Проделай там функции. И все. То есть... Дальше я не навязываю. Процентов 80, ребят, пропускают это мимо ушей. Денис... А это другое немножко. Да. Они тоже добавляются. Только мост. Это я не буду сейчас объяснять. Это долго. Денис, я продолжил. Начал это делать. Вот он пишет. Система действительно рабочая. Дальше смотрим. Ага. Пошел Go. Да. И присылает файл, где он работает с функциями Go. Дальше. Присылает файл C, где он работает с функциями. Он этих языков не знал. Но в чем прорыв? Он заходит в язык программирования C и четко понимает. Мне-то надо разобраться с параметрами. Как работает функция? Он знает с языка программирования Python. Дальше поступают с Kotlin. Дальше поступают с JavaScript. Поэтому он пишет. Ощущение такое, что ранее я смотрел тысячи серий, но вот никак не мог найти первую серию. Понимаете? Так это ж... Вот функции, да, для кого-то кажется, это все. Это никак. Это не в Клидовой геометрии. Что вот функции изучил, это все. Дальше идет очень много еще. Функции, собрать все это. Функции класса методовоедино. Далее идут классы. Далее очень много. Потом переход от обучения. Опять же, в том видео я рассказывал. К практике, джанга или там любой другой библиотеки. Много чего. Но сейчас моя цель была рассказать Дмитрию, что вот здесь на функции стоп три недели долбите их, бомбите, пока у вас не начнет происходить процесс этот на автомате. Доказательством для вас будет только одно. Но когда вы открываете тога и начинаете читать, начинаете видеть, что я не скажу, но вы четко допрете, что видеть. Посмотрите через три недели. Я вам дал этот файл. Вот тогда вы увидите свои личные изменения прямо сейчас. Вот это и будет для вас четким сигналом, что вы уже это прошли. Дальше вы будете работать с теми же функциями, но добавлять еще ступенечку, еще ступенечку, расширять ваше ядро. Но все будет собираться. Дальше, я не пойду пока, это надо дальше разбираться, что вы сведете функции, методы и классы в единое целое. Что это одно и то же, у них разные задачи. Что у них одно и то же выясните. Вы не будете больше на справочник смотреть, как на нечто разное. У вас будет все это одно целое. Только у вас появится ядро, откуда вы... И вот первый шаг, что для вас функции оживут. То есть приобретут конкретные значения, конкретные навыки. Потому что всем этим вы будете размышлять. Это первый шаг. Давайте дочитаем письмо до конца. Еще один немаловажный момент, на который я вам указал, система работы с кодом. Если вы работаете месяц, два, три, но кода не становится больше, понятнее, то надо менять систему работы с кодом. Общую информацию мы здесь рассматриваем класс. Но принцип, как работает, что такое система работы с кодом, я вам дал. То есть над ней вы будете тоже работать. Это работа с командной строкой, это работа с документацией. А документация, вы начинаете понимать, что это часть вашей работы. Здесь много-много всего. Но я вам дал одну важную информацию. Пишите все, что вы делаете очень подробно. Это важно. Теперь, ребята, обратите внимание, по почте я не работаю. Есть индивидуальное обучение. Оно мощное, я согласен. Но цена тоже высокая. 48 тысяч российских рублей. Можно групповые занятия. Соберитесь 5-7 человек, тогда сумма будет разделяться. Ну, а сейчас же я изменил условия. Да, 1000 BUN, 24 тысячи рублей с человека. Да, точно. Но можно работать и в группе. Дальше просто я дал видео, чтобы вы посмотрели Дениса. Да. Теперь, вам еще, до что надо обратить внимание, что записать сейчас на первый период. Вы еще дописываете себе одну простую вещь. Так, секунду. Итак, где я пишу систему работы с кодом, значит, относится к тому, что надо включать в привычки. Итак, в чем она заключается? Изучать не менее двух языков. Вот как я приводил пример. Не учатся по отдельности языки, ребята. Все языки схожие. Да, у них разные реализации. Но функции есть в большинстве языков. Там надо разобраться в параметрах. Что здесь сложного? Просто вам этого никто не сказал. Что? Это чудо какое-то, что Денис взял и начал писать на нескольких языках, буквально один вечер на одном, другой вечер на другом. Да нету здесь никакого чуда. Просто у него сформировалось некое ядро и значение, что функция для него начала не просто мини-программа, а порядок действий, с которым он начинает. И он проверил. А в JavaScript есть ли такие функции? Есть. И там есть параметры? Ху-ху, точно есть. А в C есть? Есть. И там есть параметры? Ну, есть. Ну, как это так? Да не знаю. Ну, точно есть. Ребят, из таких вот вещей начинает что складываться? Картина. Ведь в чем смысл изучения программирования нескольких языков? Он не в том, что вы изучаете один язык монотонный и второй. Нет. У вас вываливается... Как тут правильно выразиться? У вас кристаллизуются основные вещи, из чего состоят языков. Вот вы изучили функции, и вы четко понимаете, что в любом языке будут функции, вам надо разобраться с параметрами. Мы не берем синтаксик. Раз-два написал, и понятно. Понимаете? Дальше. Мы разобрались, например, и Python, функциями высшего порядка, допустим, первого уровня. А на этом вообще весь JavaScript построен. Так это мы можем применять и в Python, и в JavaScript. Мы разобрались с функциями обратного вызова. Так это есть во всех языках. То есть вы начинаете понимать то, что относится практически ко всем языкам. Какая разница, какой язык перед вами открыт? Да нет разницы. Но это можно осознать, изучая несколько языков. А не так, что я сегодня буду изучать Python, а завтра буду изучать Go. И буду три месяца тратить на Python, а три месяца на Go. Ребят, стоп. Вы мне хотите рассказать, что вы сейчас три месяца будете строить дом. То есть каким образом? Три месяца вы будете смотреть на кирпичи, Потом три месяца будете мешать раствор. Может, дом это что-то общее, кирпичи и раствор. Так вот, все языки состоят из одного и того же. Да, разная реализация, но ключевые моменты, они одинаковые. Итак, Дима, запоминаем простую вещь. Я вам давал рекомендации какие? Что пройдете функции, поработаете с этим, как сделал Денис, в разных языках. Вот это будет ваш первый шаг, когда у вас провалится фишка, что оказывается параметры есть у всех языках, и вы, зайдя в язык с любой стороны, уже пользуетесь языком как справочником, потому что вы знаете, что смотреть. И делаете вывод, пишите первый, писать в Юпитер, это тоже система работы с кодом, в Юпитер. То есть, в командной строке. А все дальше ссылки, это просто посмотрите, что делает Денис, чтобы у вас было понимание, какие у него проблемы. Итак, заканчивая видео, я повторяю одну простую вещь. От того, когда вы будете писать, и как вы будете писать, зависит от порядка изучения языка и от формы обучения. Порядок изучения языка тот хорош, когда вы понимаете, что делаете. Но, почему я сказал, еще раз повторяю, с функцией? Потому что функции, для того, чтобы понимать функцию, не надо знать никакого языка. Надо просто понимать функцию. Из чего она состоит, что она делает. Первый сейчас сказал, разберитесь с параметрами. Далее, что бы вы ни делали, будете изучать типы данных, будете изучать классы, там методы, это те же функции. Вы будете везде использовать типы данных, это те же переменные, то есть параметры, они будут превращаться в переменные. Вы с ними будете что-то делать. Но в любом случае, у вас будет тогда некое ядро, откуда будет все дальше продолжаться. Но у каждого будет свой путь. Я говорю, ребята, потому что кому-то непонятно одно, кому-то другое. Поэтому есть с одной стороны определенный порядок, что надо изучать, да, примерно в одном порядке, но существует куча ответвлений, что у одного человека плохо идет одно, у другого второе, то есть требуются какие-то вещи и так далее. Я надеюсь, Дмитрий и другие ребята, вы меня услышали, что сейчас вы никуда не бегаете, а три недели работаете с параметрами функций и проверяете себя по файлу, то есть вы должны сделать два действия, тот файл, который я вам показывал, прочитать, описать, через три недели опять прочитать, описать и посмотреть разницу. Разница вас удивит. Сто процентов. Проверено. Сто, двести, триста процентов. Отсюда начинается ваш путь программиста. У вас через три недели, вот поделитесь, всем же интересно, что с вами произойдет. И хотите, работайте в группе. Да, ребят, чтоб вы не думали, сейчас Бавсуновский вот будет со всеми. Я работаю пока мало ребят в группе. То есть, опять же, я же даже при желании, если было там сто человек, да, я бы работали в группе, я бы не смог, поэтому просто это физически не смог. Поэтому, но сказать, что я агитирую вас работать в группе, не, ребят, это я же говорю, это надо очень активно работать. Потому что мне, как говорится, чем меньше работы, тем лучше. Потому что я и так очень занятый человек. И школу веду, и надо то писать, то писать. Поэтому тут уже дело такое. Но если человек работает активно, то я, конечно, стараюсь помызать. spb-tut.ru ребят, и вперед. Важно быть, кому интересно, да, просто приходите в проект, будьте в проекте. Надо выполнить два условия, чтобы у вас получилось. Вы должны в школе понять, вот поставьте задачу, я пришел к Бавсуновскому, да, вот, мне надо понять, вот, как я начну программировать. Да, вот, функции вы поняли. Мой следующий шаг. То есть, когда вы будете понимать, что вам надо делать, и будете видеть результат, не тогда-то, потом, а вот у вас три недели, от меня параметры улетают. Здорово. Результат считывания файла. Так, уже не так далеко до того, чтобы писать код, ребят. Но я не вижу причин, чтобы не научиться программировать, если только соблюсти надо одно условие. Порядок изучения программирования. Все. Больше тут условий нет. А еще вопрос, ребят, кто-то себе, может, задал такой вопрос, а вдруг программир, слушайте, я никому не скажу, я тихонько скажу, может, вам даже бывает стыдно признаться, да, заградалась мысль такая, я тихонько скажу, может, была мысль, что вот вы думали, программирование не для меня. Ребят, не обманывайте себя, вот вы, когда идете в магазин, составляете список, думаете, брать синюю сетку или зеленую, пойду в магазин, там, в одной, там, как называется, там, пересвет, или второй, например, там, ромашка, ага, пойду в ромашку, потому что там колбаса получше. Ребят, так вы все это делаете, и ветвление, то есть, от природы вы программист, поэтому придумывать, что вы не можете быть программистом, я могу вам дать тест, если вы составляете список магазин, а вспомните, как вы составляете список на отдых, так там же пальчики оближешь, и шашлыки, то, и все, ничего, и вы скажете, не программист, ребят, так что, вы уж себя не тешьте, программист, человек от природы, единственное, что вам надо научиться понять, как это оформить технически, всего лишь, и понять, что ваш мозг, вот, как мы сегодня на принципе, огорода и функции рассмотрели, именно так и устроен, поэтому так надо смотреть на язык программирования, как в жизни, и тогда все будет происходить просто, поэтому программировать вы уже умеете, проверьте это, сто процентов получится, знаете, в чем будет разница между нами всеми, то, кто с математическим уклоном больше будет выбирать, искусственный интеллект, машинное обучение, тот человек, который, и дальше все любое, да, люди, которые, допустим, больше логику любят, будут выбирать какие-то, у них и увлечения по жизни такие абсолютно логические, они будут выбирать программы, которые будут работать по каким-то шаблонам, то есть где надо логически мыслить, кто-то будет выбирать веб, то есть каждый найдет себя здесь, ребят, ведь программирование, оно очень большое, и допустим сказать, вот, если не знаешь математику, программировать не можешь, да есть вообще программирование, где математики вообще-то нет, в том же джанге, ее там практически нет, поэтому каждый найдет себя ребят я надеюсь все сказал дим вы все поняли ну тогда вперед все зависит от вас и у вас все получится я в этом не сомневаюсь чтобы человек не писал но это же так просто ребят согласитесь или я рассказал что-то такое сложное я просто объяснил а вы проверьте это сработает вы приходите в школу